Есть ли угроза повторного штурма Харькова? Оценки экспертов. Украинские защитники оттеснили оккупационные войска от Харькова, чем минимизировали риски повторного наступления на город. Сейчас российские силы сосредоточены на Донбассе. Об этом говорится в материале РБК Украина сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине? По состоянию на 29 мая российские оккупанты контролировали практически треть Харьковской области. Более сложная ситуация на востоке и юго-востоке региона, на так называемом Изюмском направлении. Однако украинские войска продолжают наступать в районе Харькова и за последнее время уже сумели освободить около 5% области, вплоть до пограничных пунктов. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.ПичКит. В связи с этим реальных угроз для наступления на Харьков пока нет. Риска повторного штурма или наступления на Харьков, по крайней мере в ближайшие недели нет. «Мы не видим сосредоточения сил противника для того, чтобы совершить такую операцию, они слишком сконцентрированы на Донбассе для того, чтобы рассматривать вариант наступления на Харьков в ближайшее время», — говорит военный аналитик, полковник Сергей Грабский. Напомним, по мнению экспертов, пока нет рисков оккупации всей Донецкой области. Но враг ведет наступление по нескольким направлениям. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.